Друзья, всем привет! Я Любомир Борода, давненько с вами не виделись. Сейчас быстренько хочу рассказать, с чем все это связано. На моем канале уже чуть больше 40 тысяч подписчиков, и, соответственно, каждый раз, когда я куда-то пропадаю, я потом появляюсь и начинаю рассказывать, почему же я пропадал. То есть, с какой-то периодичности, какого-то ведения блога, ну, у меня нихрена никогда не получается. Почему-то все время есть какие-то падения, есть какие-то взлеты, есть какие-то интересы, которые всегда меняются, и, соответственно, я не могу монотонно пилить контент для того, чтобы у меня было больше поклонников, больше подписчиков и чего-то еще. То есть, я, ну, я не люблю вот эту вот зависимость, и, соответственно, живу больше, наверное, в какие-то, ну, больше для своего удовольствия, нежели для подписчиков, как, ну, делает какой-то ряд популярных блогеров. Вот. Но сейчас не об этом. Вот сейчас идет вторая декада сентября, и я вспомнил, что ровно год назад, ну, 22-го, где-то числа 23-го, я заболел короной. Вот. Сейчас кто-то скажет, о, какой-то там антиперевивочник или, наоборот, топящий за вакцину. Нет, это не про это. Это, извиняюсь, горло промочить. Это про постковидную тему, с которой я столкнулся, и почему у меня как раз вот такие вот качели. То есть, я переболел, переболел. Не сказать, что сильно сложно, но и не скажу, что сильно легко. Но как-то переболел и переболел. Хрен с ним. Я вроде здоровый мужик. Короче, все нормально. После болезни, там, я это рассказывал в своих подкастах, иногда по чуть-чуть, но сейчас расскажу здесь. После болезни, буквально там через пару недель, я чувствовал себя здорово, у меня был прилив сил, мне было кайфово, я опять вернулся в спортивный зал. Буквально проходит неделя, меня начинает накрывать. Накрывать в том смысле, то, что у тебя постоянно какой-то привкус в горле, ну, ненужный какой-то комок, есть состояние изжоги и состояние такого постоянно вяло текущего похмелья. И кто бухал, наверное, ну, понимает, о чем я говорю. То есть это типа состояние похмельного синдрома второго-третьего дня после запоя. И это продолжалось, но достаточно долго. Сейчас не буду, не скажу точное время, но с месяцок, может даже дальше. И постоянно ты теряешься, ты плывешь. У тебя уходит немножко земля из-под ног, у тебя кружится голова. И вот такое вялое состояние, оно длится продолжительное время. А потом к этому состоянию прибавляются панические атаки. То есть ты идешь по улице и потом, ну, просто, например, забываешь, как идти. Или тебя что-то начинает очень сильно напрягать в том плане, что ты не помнишь, закрыл ты дверь. Или там, может быть, что-то где-то не выключил. И доходит до такого состояния, что у тебя начинают трястись руки, ты полностью обливаешься холодным потом и не знаешь, что с этим делать. Ну, это реально как бы сложно, это страшно. И поначалу ты сам не можешь поверить, что это связано с какими-то последствиями после болезни, которые там либо пиарят, либо не пиарят. Кто-то в нее верит, кто-то в нее нет. Но ты с этим сталкиваешься, как будто твоим мозгом начинает управлять кто-то другой. А после опять происходят периоды такого как бы включения. То есть, вдруг откуда ни возьмись, появилось классное состояние, и как будто ничего этого не было. Когда ты переходишь в это состояние, как будто ничего не было, оглядываясь назад на состояние, когда тебя колотило, тебе кажется, блин, ну, как-то вот меня подколачивало. Но если такое случится еще раз, я легко справлюсь. Ты как бы не веришь сам себе в то, что это с тобой происходило. Я опять вернулся в зал, опять стал заниматься. Прошло опять какое-то время, я не помню, там две недели или три, и ты опять плывешь. Опять плывешь, только еще сильнее. А потом опять ты немножко как-то переживаешь это состояние. Опять вроде бы возвращаешься в тонус. И вот спустя раз, два, три, четыре, четыре месяца меня накрыло так, что у меня была температура 35 в течение месяца продолжительности. У меня было настолько вялое состояние. Я просто был каким-то овощем, который выполнял только необходимые задачи. Ну, то есть вот в плане там работы, какой-то там необходимых дел. То есть ты сам себя вот так вот поднимаешь за шкирку, куда-то потихоньку идешь, делаешь. У тебя нет никакой радости, у тебя нет никаких эмоций. Ты просто кусок вялого говна. И тебе кажется, что тебе плохо, тебе на самом деле плохо. И как от этого избавиться, блин, никто не знает, потому что врачи с этим никогда не сталкивались. И даже если ты обращаешься к врачам, они говорят, ну, это типа вот постковидный синдром, там, постинфекционный синдром их так называют. Но что будет дальше и как это лечить, ну, никто подсказать не может. Я смотрел ролики с америкосами, которые тоже вот эту постковидную тему выявили пораньше, чем мы. И там рассказывали о фантомных запахах, то, что там у чувака, ему все время кажется, что что-то горит, ну, какие-то глюки. Вот. И что происходило дальше? Я все-таки обратился к терапевту, мне поставили диагноз легкое маниакально-депрессивное расстройство. Прописали антидепрессанты. Я стал пить эти антидепрессанты, которые помогли мне немножко посмотреть на проблемы с другой стороны и перестать волноваться по мелочам. То есть, знаете, такое, ты обретаешь состояние легкого похуизма. То есть, ну, вот если оно даже так, в случае вот месяц назад я бы сильно переживал, и меня бы трясло, а сейчас ты думаешь, блядь, ну, мир же не рухнет. И вот на этой волне я начал такую, я бы назвал ее, поединок со своим мозгом, борьбу. То есть, если на мозг не обращать внимания, если пустить все по текущей, как вот сейчас идет, там, например, какой-то день сурка, у тебя все обыденно, у тебя нет никаких эмоций, ничего в жизни не меняется, то тебя очень сильно кроет. И чтобы даже с антидепрессантами тебя все равно будет крыть, и крыть будет в такую депрессию, с которой, скорее всего, ты вообще никогда не выкарабкаешься, еще и суициднешься в итоге. А я стал пробовать мозг свой развлекать. То есть, вот ты когда-то едешь, и ты понимаешь, даже вот на один день смотавшись в Одессу, повстречавшись там с людьми по весне, попил с ними чай, где-то прогулялся. Я вечером приезжаю домой и понимаю, что в этот день меня не крыло. То есть, у меня не плыло ничего под ногами, я чувствовал себя нормально. У меня вот этого привкуса здесь не было. Но просыпаясь на следующий день в Николаеве, у меня все возвращается. И таким образом, хорошо, что наступила весна, а за ним и лето. Что я стал делать? Мы с женой стали активно путешествовать, ну, продолжать наше путешествие. Мы шесть лет уже путешествуем по Украине. В этот сезон летний я за три поездки пробыл в Карпатах практически месяц. Это разные люди, это разная атмосфера, это мастера, это какие-то локации, это крутые города, это история этих городов, культура, язык. Ты все это воспринимаешь, воспринимаешь позитивно, и вся вот эта срань депрессивная, она улетучивается. То есть, ее нету, ты чувствуешь себя охрененно. Я начал увлекаться изучением украинской мовы, вот этими поездками, в магазине в своем, в лавке, что-то поменял. Общаться с другими людьми, больше насел на спорт, то есть, ну, вот на какое-то там, на правильное питание. Поставил себе определенные цели и задачи. И сделал так, то, что мой день настолько насыщен разнообразными делами. Стал читать книги, которые, и там, слушать аудиокниги, на которых раньше забивал болты. То есть, раньше я просто слушал классную музыку и шел делать свои дела. То есть, как только мы включаем день сурка, нас хлобучит. Вот, и к чему я все это? Сейчас я перестал пить антидепрессанты, полгода я их пил. И заметил то, что состояние постковидное, вот уже, блядь, практически год, как я переболел, оно начинает возвращаться. То есть, я возвращаюсь в весну. Возможно, это связано с осенью, возможно, это связано с тем, что я перестал пить эти таблетки. И, возможно, это связано с тем, что я сейчас не путешествую и развлекаю себя меньше. А поэтому я сейчас, ну, стараюсь делать максимальный упор на спорт, максимальный упор на изучение украинской мовы и грузить себя очень интересной работой. Я специально, не то чтобы специально, я по весне стал работать еще на одном проекте, который меня очень вдохновляет и очень мне нравится. И сейчас я нахожусь в состоянии таких вот качелей. То есть, я могу утром проснуться, куда-то пойти и почувствовать приход вот этого вот постковидного состояния депрессивного. И сразу, блин, и очень сложно перегрузить свой мозг, прям вот сказать ему, нет, чувак, ты не будешь больше сходить с температурой 35, ты больше не будешь вялым говном. И ты начинаешь себя грузить, мотивировать на какие-то задачи, ставишь перед собой цели. Свои цели сейчас рассказывать не буду, но поставил несколько планок, к которым стараюсь идти. Вот, и все равно, вот, все равно, вот сегодня утром даже меня крыло, сейчас вот я с вами разговариваю, блин, меня прет и не кроет. И вот, вот, к чему все это? К тому, что если у вас такая же залупа, постарайтесь бороться со своим мозгом. Это самая главная тема. Постарайтесь как-то отвлечь себя, найти для себя что-то новое. Может быть, поменять профессию, может быть, переквалифицироваться на что-то или просто почерпнуть каких-то новых знаний. Эта штука работает, но тоже в очень таком прям натянутом. То есть, это действительно борьба, то есть, вы действительно выходите на ринг вот со своим здоровьем. Блядь, и ни один, никакой врач вам в этом не поможет, кроме вас самих. Ну, по крайней мере, у меня опыт такой. Врачам я не верю, потому что, блядь, это тоже люди. Есть крутые, а есть долбоебы, которые просто купили себе диплом и просиживают свои жирные жопы, блядь, на стуле всю свою жизнь. И что он, нахуй, может тебе посоветовать? Извините за мою французскую, но вот моему, то еще моему. Вот, спасибо вам за внимание. Выгрузил на вас все вот это вот. Возможно, кому-то помог, возможно, кто-то сейчас нахерачит мне дизлайков. И даже если один человек задумается, и один человек, который находится вот в такой ситуации, послушает это и начнет принимать какие-то решения, и это ему поможет, значит, сегодняшний выпуск вот этого ролика я сделал не зря. Будьте здоровы, будьте в силе, любите себя, любите людей, которые вас окружают, бейте говняков, и всегда будет солнце. До новых встреч! Субтитры создавал DimaTorzok